Всем привет! Меня зовут Леонид, я владелец магазина Вандерфото. Сегодня у нас первая серия первого сезона нашей новой рубрики плёночные прогулки. У нас в гостях свадебный фотограф Виктория Маслов. Вик, привет! Всем привет! Ну что, Вик, расскажи нам вкратце о себе и мы передадим тебе вот эту вот малышку, которую ты выбрала. Вообще, обычно я снимаю на зеркалке, собственно, на Nikon, потому что это связано с моей профессией. Но в путешествиях, чтобы как-то переключиться и отдохнуть, я стараюсь снимать на плёнку. Снимаю на Hassel, потому что мне нравится средний формат, нравятся вот эти квадрастики, которые с него получаются. Сегодня мы решили поснимать на Miu. Не знаю, что с него получится, ни разу не снимала на такую камеру. Вот, не знаю. Посмотрим, что в итоге выйдет. Ну что, вкратце, ребят, это Olympus Miu 2, фикс. Выбор такой, сходу не самый плохой, скажем так. Плёнка у нас заряжена Kodak 200. Плёнка, кстати, уже была заряжена, когда мы купили эту камеру, поэтому мы не знаем, сколько ей лет, где она вообще хранилась, что с ней происходило. Поэтому, мне кажется, результат будет очень интересный. Ну, либо мы просто зря всё это снимали, и у вас ничего не получится. Так что смотрите дальше, всё будет. Ну что, в плане места съёмки мы выбрали ВДНХ. Мы немножко не подрасчитали, и оказалось, что здесь стройка. Всё перекопано. Собственно, пройти никак нельзя. Куча людей. Но всё-таки, несмотря на это, мы нашли первый кадр, который мы сейчас делаем. Я очень люблю отражения и геометрию. Поэтому первый кадр будет, собственно, как раз с отражением и с таким вот зданием. Сейчас мы дождёмся, когда пройдут люди, чтобы нам ничто не мешало. Мы решили сильно не заморачиваться, и сильно далеко не стали выходить. Мне нравится здесь тоже геометрия, здесь как окошко. Нам нужно будет, чтобы оживить кадр, какой-нибудь ещё объект. Желать людирующихся, чтобы это было больше похоже на что-то картажное. Поэтому сейчас мы как раз задействуем нашего оператора и сделаем этот кадр. У нас есть отражения, есть яркие акценты. Мне даже всё тоже интересно. Иногда кадр может получиться совершенно случайно, когда вы решили просто, допустим, поесть. И у вас появились такие яркие акценты, которые можно очень интересно обжать. И сделать, собственно, кадр. Мы будем снимать такой более классический вариант, когда есть какая-то аллейка, есть геометрия дороги, ведь она расчерчена линиями идёт. И нам нужен интересный какой-нибудь объект кадр. В данном случае это был либо велосипедист, или мы покросим нашего видеооператора проехать на велосипеде, и получим кадр с каким-то интересным объектом. generally, мы приезжаем на велосипедисты, поэтому, естественно, я буду снимать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все девушки любят селфи на такой камере Посмотрим тоже, как потом это получится По-моему кадры у нас закончились, но попробуем вдруг все-таки Идет перемотка Ну что, пленка отснята, она уже перемоталась Мы отдадим ее на проявку, посмотрим, что у нас в итоге получилось Надеюсь, хотя бы несколько приличных снимков все-таки вышло Что мне, наверное, понравилось? То, что она компактная, ее очень легко с собой носить Особо не заморачиваясь, достал, просто сфоткал, ничего настраивать не нужно Может быть, что-то не понравилось? Не понравилось, наверное, то, что немножко иногда натупило То есть, когда, допустим, я хочу все-таки сделать кадр У нее бывает такой момент, что она делает это не сразу Вот, и сам кадр, когда я привыкла, что у меня серийная съемка И я могу на зеркалке сделать прям сотню миллионов кадров в секунду Здесь этот кадр делается очень долго То есть, ты прям стоишь и думаешь, смазан он или нет, что такое Почему он так долго делает этот щелчок В общем, как-то так Ладно, Вика, спасибо тебе за то, что поучаствовала в нашем эксперименте, в нашей прогулке Вот, скоро мы увидим, что получилось и вставим это в наш ролик Спасибо тебе большое Вот у тебя рука Удачи, удачи всем Хороших снимков Приходите в Вандерход, оставьте лайки в данном видео, если оно понравилось вам И на канал подписывайтесь, вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok